Вам нравится, моя брата, зависть это плохое чувство? А всегда ли? Я думаю, что не всегда. Давайте посмотрим. Здравствуйте, дорогие друзья. Одно из самых, наверное, первых ощущений, чувств и всяких острых очень переживаний человеческих, оно появляется еще в самом раннем детстве. В тот момент, когда вы видите, что у кого-то машинка лучше или у кого-то побольше котлетов в тарелке. Как вы думаете, что это? Правильно, это зависть. Это то, что появляется еще в самом детстве и на протяжении всей нашей с вами жизни, оно идет с нами за руку. Мы всегда чему-то завидуем, к сожалению. Иногда мы завидуем каким-то пустякам, иногда мы завидуем чему-то очень крупному, что у кого-то более красивый нос, у кого-то может быть больше и шире, и красивее квартира, а у кого-то просто есть все, что ему необходимо. Но действительно ли зависть это плохо? Давайте разбираться. Изначально не исключено, что зависть может возникнуть из-за причины ощущения обездоленности, то есть у вас этого нет. Но чаще всего, если вы задумаетесь, то зависть появляется из-за того, что у вас нет, а у кого-то есть. У меня этого нет. Вот такого у меня нет, а у него есть. Или давайте просто вспомним, например, может быть, каждый из вас имел опыт покупки подарка ребенку. Заходите с ребенком в большой игрушечный магазин и вдруг вы видите в глазах у ребенка страсть. Он хочет эту игрушку, эту, эту и эту. Я три дня назад зашел своим сыном в магазин, и он, наверное, выбирал игрушки, ну, чтобы вам не соврать, минут 30-40. Он хватал это, потом нет. Он видел следующие, которые ему нравились больше, он ставил предыдущие, потом и так повторялось несколько раз. Но в тот момент, когда только мы зашли домой, он взял эту игрушку, распаковал ее. Сколько времени он с ней поиграл? Правильно, 10 минут. Спустя 10 минут эта игрушка спокойно валялась на полу. Та самая игрушка, которую он просто мечтал. Он видел ее несколько раз в ютюбе, он несколько раз видел ее на прилавках в магазинах. И вот она у него есть, все. Больше она ему не интересна. Я думаю, что с нами также работают, дорогие взрослые. Просто подумайте, сколько раз мы хотели что-то купить. Я вам честно скажу, я очень люблю технику. И это реальная история. Однажды я пошел и купил себе, не буду делать сейчас рекламу, пошел, купил себе беспроводные наушники. Очень сейчас популярная тема. Почему я хотел их купить? Потому что у всех были, у меня не было. Я купил эти беспроводные наушники, пришел домой, поставил в уши, настроил, все замечательно, работает, все хорошо, как принято говорить, магия. И сколько я им пропользовался? Пропользовался буквально 10-15 минут. Хорошо, не буду врать. Ладно, сутки-двое я с ними походил. И все. И как бы они у меня есть, и интерес у меня пропал. Почему я их купил? Потому что они были у всех. У меня их не было. Я почему-то посчитал, что они мне действительно полезны. Они мне пригодятся. Честно, я вам скажу, они валяются сейчас на полке. Я их не достаю. Очень редко, когда, может быть, я еду в такси куда-то, да, и мне хочется что-то посмотреть или послушать. Для удобства я достаю наушники. Но чаще всего в моей сумке лежат обычные проводные наушники, потому что они надежнее. На мой взгляд, на сегодняшний день их не нужно заряжать. Все. Интерес пропал. Как только мы этим завладеваем, у нас интерес к этому ослабевает. Не потому что я чувствовал себя обездоленным, что у меня не было этих наушников, а только потому что у меня их просто не было. Зависть неразборчива. Иногда нам хочется иметь то, чего нет у других, чтобы показаться лучше, чтобы оказаться красивее. Как помните, есть племена в Африке, в которых женщины носят, одни женщины носят какое-то одно ожерелье, а другие женщины носят другое ожерелье. И вот они меряются этими ожерельями. Или, ну, чего далеко даже ходить. Зайдите сейчас в любой фитнес-клуб, вы увидите там женщину, мужчину, которые стязают свое тело, чтобы тело их стало более красивое. Иногда, я даже общался с одним из таких мужчин, я спросил у него, тебе действительно нравится то, что вот ты три раза в неделю ходишь в фитнес-клуб? Я, между прочим, сам себе только желаю ходить три раза в неделю в фитнес-клуб. А он уже ходит, да? Но, однако же, я спросил у него, на что он мне ответил, ты знаешь, иногда нет. Я уже чувствую, так он мне сказал, что, в принципе, я добился той формы, которую я бы хотел иметь. То есть, мне я себе нравлю в зеркале. Но из-за того, что как бы мода такая сейчас, что если я буду выглядеть чуть хуже, чем все остальные, то на меня будут как-то кривовато смотреть. То есть, у него есть зависть даже просто потому, что он не такой, как все. Ему хочется быть таким же, как все в физической форме, в том числе. Не просто иметь беспроводные наушники, но еще и физическую форму такую же. То есть, зависть может быть абсолютно на каком-то там низшем этапе в плане игрушек, на более высшем плане просто то, как мы себя хотим видеть в зеркале. Мы не хотим быть хуже, чем все остальные. Мы не хотим завидовать им. Но есть еще более интересный вид зависти. Это когда мы хотим, чтобы завидовали нам. Что мы приобретаем какую-либо вещь, либо имеем что-то или вид какой-то, чтобы нам завидовали, чтобы люди смотрели на нас, идя по улице, и завидовали нам. То есть, здесь уже завидую не я, а завидует мне. Это тоже очень интересная история. Иногда зависть удовлетворить очень просто, очень легко. Нужно достаточно просто пойти в магазин и что-то купить. И вы как бы уже не завидуете, потому что у вас тоже это есть. Но есть более страшный момент, когда мы не можем себя сами удовлетворить с помощью покупки. У нас не хватает, может быть, просто на это денег, либо времени, не знаю, чего-то еще. И тогда что? Тогда нам в голову закрадывается мысль о том, чтобы это украсть, отобрать. Плохо завидовать, что у кого-то красивая жена, а у тебя, например, какая-то там некрасивая. Да, я не знаю. Завидуете мне, у меня очень красивая жена. Да, здесь я не буду скрывать. Но можно завидовать, что у кого-то красивая машина, но когда вы подумываете о том, чтобы украсть у него эту машину, вот здесь появляется брат зависти, старший брат, очень плохой брат, которого называется алчность. Алчность – это реализуемая зависть. Алчность – очень страшный брат, как я уже сказал. Логика алчность какая? Если я заберу этого человека его машину, которой у меня нет, и я не могу себя приобрести, то я тем самым сделаю так, что справедливость восторжествует. Почему это вдруг у него есть машина, а у меня ее нет? Я ничего не делаю такого страшного. Я просто делаю так, что мы уравниваемся. Мы в этот момент равны. Ничего такого здесь нет, казалось бы, да? То есть, вместо того, чтобы пойти и поработать, и сделать над собой усилия, и заработать достаточную сумму денег, чтобы докупить эту машину, и стать нормальным человеком, ты берешь и, хватаясь человека сверху, и тащишь его к себе вниз. Как бы уравниваешь. Вы все прекрасно понимаете, что такое уравнение, оно неприемлемо. Иногда зависть может привести к очень страшным последствиям. Бывает такое, что мы отнимаем что-то у другого человека, и нам в том, чтобы отнять у него что-то, помогает закон. С точки зрения юридических правил, мы абсолютно с вами правы и чисты. И мы отбираем у человека его вещь, закон с нами, и мы защищены. И это самое страшное, потому что человек, у которого отбирают что-то, он не может ничего с этим сделать. Он не может пойти в суд, потому что с точки зрения закона он прав. Тот, который забрал. Все как бы понимают, знаете, бывает такое, что все понимают, что это нехорошо, но сделать никто ничего не может. И это очень страшная история, потому что таким образом могут рушиться не только жизни людей, но и судьбы, и целые города, и страны. Просто потому что с точки зрения закона все замечательно и хорошо. Сама мысль о том, что у кого-то есть что-то, чего нет у меня, может точить нас, не давать нам покой, не давать нам спать по ночам. И в конце концов мы даже уже забываем о том, что мы хотим, чтобы у нас было. Мы забываем о предмете, который когда-то мы хотели иметь. У нас просто есть вот эта вот мысль в голове, которая нас изнутри точит, 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 точит. И мы становимся настолько жадными и злыми людьми, что очень тяжело вернуться назад к хорошему, правильному поведению. Знаете, есть такая история, такая байка, что однажды было два человека, и один завидовал очень сильно другому. И вот у этого завистника однажды появился случай попросить у царя того, чего он захочет. Но с условием, что у его друга, которому постоянно заведовал наш товарищ, тоже будет то же самое. И что не то же самое, а что даже в два раза больше. Как вы думаете, что он попросил? Он сказал, выкалите мне, пожалуйста, один глаз. Таким образом, чтобы у его соперника, в кавычках, вообще не оказалось зрения. Настолько это страшно. Или знаете, это еще более известная байка, когда в аду сидят грешники, и у них, чтобы друга покормить, есть только одна ситуация, что один должен кормить другого, потому что вилки очень длинные. И из-за того, что они очень жадные люди, в итоге они голодные, потому что нужно кормить друг друга и доверять друг другу. Или еще более всем известная история про царя Соломона, которую вы наверняка слышали про двух матерей, когда одна, каждый из них утверждал, что ребенок ее, помните эту историю, да, и когда царь Соломон сказал, что нужно разрубить ребенка пополам, и вот тогда мы увидели, что это настоящая мама, та, которая сказала, нет, пусть он живет. То есть настолько жадность бывает захватывает нас самих из зависть, и что она подмывает нас, что мы готовы даже младенца пустить на смерть. Это очень страшная история. В книге о Йом-Йом, это книга, написанная от лица рабьёсов Ицка Кашнависона, шестого либаического рэбя, он пишет так. Любая ненависть излечима, кроме той, которая вызвана завистью. Знаете, это очень тяжелая вещь. Зависть это очень тяжело, потому что бывает, когда ты знаешь, что кто-то тебя завидует, и ты хочешь, не знаю, примириться с ним, поговорить с ним по-человечески, чтобы и объясниться ему, ну, потому что действительно бывает, что ты вот работаешь, 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 что у тебя есть возможность приобрести себе хороший автомобиль, а человек начинает думать, что ты что-то украл. И вот ты хочешь, чтобы он не завидовал тебе, ты хочешь иметь с ним хорошее отношение. Ты к нему подходишь, начинаешь объяснять, и видишь, что твой разговор не то чтобы не помогает, он делает ещё хуже, усугубляет положение, он начинает завидовать тебе ещё больше, ещё сильнее. То есть с человеком, который завидует, но практически невозможно разговаривать. А сколько в принципе ссорилось родственников из-за того, чтобы поделить нормальное наследство. Когда братья и сестры ссорятся из-за того, что непонятно, кому из них должен отойти дом или квартира. Очень странное ощущение, очень странное чувство. Оно может настолько нас съесть, что мы просто превратимся из людей в животных. Так что же делать? Как же правильно поступить со своей завистью? Еврейские мудрецы говорят, что зависть это не такое же плохое чувство. Порой она нам помогает только стать лучше. Понятное дело, что нужно просто сесть и подумать, что действительно, неужели мне это нужно? Не знаю, эти наушники, про которые я с вами разговаривал. Нужны ли мне эти наушники? Или действительно, нужна ли мне эта машина? Зависть, если правильно ее воспользоваться, может настроить нас на лад, когда мы начнем что-то делать. Когда мы начнем расти, когда мы начнем себя улучшать. Можно сесть и подумать, что у Васи есть дорогая квартира, потому что Вася украл. Можно сесть и подумать, сказав, что у Васи есть такая квартира, ну и слава богу, что у него есть такая квартира. Но почему бы мне не заиметь такую квартиру? Почему бы мне сейчас не начать работать, чтобы купить такую квартиру? Завидуйте, но завидуйте правильно и хорошо. Есть такая очень интересная притча про одного святого еврея и кузнеца. Они жили рядом, и когда-то рано утром, однажды этот еврей услышал рано утром, как кузнец уже работает своей кузнецей. Еврей подумал, ух ты, вот этот кузнец, он же ничем таким в принципе святым не занимается. Что я делаю? Я учу Тору, и этот кузнец встает раньше меня? Я должен вставать еще раньше. Буду-ка я вставать еще раньше, я буду еще круче, чем этот кузнец. Следующего утра уже кузнец услышал, как еврей встал рано утром, раньше, чем кузнец, и сидел в синагоге и громко изучал Тору. Кузнец подумал, вот это да, я-то, кузнец, рано встаю, зарабатываю деньги. А он, по большому счету, ну чем он зарабатывает при помощи изучения Торы? Наверное, ничем. Я буду вставать еще раньше. До тех пор, пока рано или поздно, да, вы правы, они просто встретились уже глубоко ночью. О чем эта история? Кто здесь проиграл? Кто здесь завидовал? Завидовали оба, но никто не проиграл. Оба оказались в выигрыше. Говорят, что потом этот кузнец стал очень знаменитым кузнецом, очень большим мастером своего дела, а этот еврей, мальчик, тогда потом стал очень крупным и авторитетным раввином. Нужно завидовать. Это хорошее качество. Нужно его правильно и в нужном русле направлять. Завидуйте, но завидуйте хорошо.